10 февраля в Москве произойдет событие, которое во многом определит то, как Омск встретит свое 300-летие. Именно на этот день назначено большое совещание по подготовке к юбилею. И впервые его возглавит министр культуры Владимир Мединский. После визита в Омск ему, как новому главе оргкомитета, стало проще оценить объем работы, как выполненной, так и той, что еще предстоит сделать. Подводя итоги, федеральный чиновник пришел к выводу, что на 100% выполнить юбилейный план к 2016 году не удастся. Значит ли это, что праздник будет безнадежно испорчен, или мы все-таки достойно встретим 300-летие Омска? Визит Владимира Мединского в наш город стал поводом для серьезного разговора. Приехал федеральный чиновник не просто для того, чтобы узнать, как идет подготовка к 300-летию, какие объекты уже завершены, а за какие еще не брались. И не для того, чтобы кого-то из чиновников поругать, а кого-то похвалить. Уже с начала года экономический кризис в России приобрел более зримое очертание. И вопрос на повестке дня встал совсем непростой. Как готовиться к масштабному празднику в сложной финансовой ситуации? Ответ очевиден. Не просто достать административные ножницы, а в принципе переосмыслить юбилейную программу. В 2016 году юбилей и жизнь не заканчивается. И по ряду объектов крупных, серьезных, важных мы бы просили рассмотреть возможность передвижки еще на 2017-2018 годы. И возможно, от каких объектов нам придется отказаться. Мы также это честно должны признать. Эта просьба первого зампреда Вячеслава Синюгина откровением для Владимира Мединского не стала. В условиях дешевеющей нефти и падающего рубля любая стройка стала обходиться в полтора раза дороже. Поэтому иного выхода, кроме как сократить расходы, просто нет. Но при этом глава оргкомитета дал понять. Урезать программу до минимума тоже недопустимо. Владимир Мединский предложил распределить все юбилейные объекты на три очереди. В первую поставить то, что успеют сделать непосредственно к юбилею. Не менее важные, но более сложные затратные проекты отнести ко второй очереди. И, наконец, самые сложные объекты достроить, когда появятся стабильные источники дохода. Но при этом федеральный центр себя обязательства не снимает. Стройки, которые ведутся при государственном софинансировании, должны быть завершены. Один из таких важных объектов – театр Галерка. В ожидании собственного здания театральная труппа скитается по чужим сценам вот уже 10 лет. Стройка действительно грандиозная. Площадь бывшего дома культуры с 2500 квадратных метров планируется увеличить до 7. А высоту здания с двух этажей до трех. Конечно, проблемы возникают. К примеру, светомузыкальное оборудование, которое планировалось закупить, из-за подорожания евро и доллара, тоже увеличилось в цене. Но выход из ситуации есть. Подрядчик сегодня ищет отечественных поставщиков. Так что осенью кочующая Галерка все-таки обретет дом к безграничной радости ее руководителя. Это бывший дом, даже не дворец, это дом культуры, перерождается в замечательное профессиональное театральное здание. Вот это вот самое главное, что город Омск приобретет еще один театр, в смысле здание профессионального назначения. И это самое главное. И ради этого стоило ждать, и стоило жить, и стоило терпеть, и бороться, потому что это очень важно, это замечательно просто. Также долго, больше 10 лет реконструкции ждал Омский цирк. Здание 73-го года усилиями сотрудников сохранилось довольно неплохо, но за это время износились коммуникации, да и внутреннее убранство морально устарело. Дизайн 73-го года – это в прямом смысле прошлый век. Здесь были фонтаны, которые били под потолок. То есть там сейчас коммуникации, ну, трубы заржавели и все. Руководитель Омского цирка Елена Агафонова теперь тоже может мечтать о восстановлении фонтанов в фойе цирка. Визит Владимира Мединского изменил сумму, которая планировалась потратить на капитальный ремонт. Из федерального бюджета изначально планировалось выделить 160 миллионов рублей, а сегодня речь идет уже о 350. А это уже позволяет мечтать. Например, о запасной сцене, на которой тоже можно давать небольшие представления, или настоящей спортивно-цирковой школе для детей и подростков. Но, разумеется, большая часть суммы пойдет на изменения, которые будут видны невооруженным глазом. Это сам зрительный зал, арена, фасад и фойе, которые также необходимо наполнить содержанием, выставками и зоуголком, чтобы поход в цирк становился настоящим праздником. У нас достаточно большой антракт, 20-30 минут. Мы за час начинаем запуск. Практически еще полтора часа зрители вместе с родителями находятся и в фойе цирка в том числе. Поэтому нужно современное кафе, нужны современные выставки животных, рыб, птиц, чтобы деткам было на что посмотреть, что увидеть, чтобы, конечно, это было красиво, чтобы это было интересно, чтобы это было современно. Интересно будет и в этом пока еще пустующем здании, будущем культурном центре «Эрмитаж Сибирь». Здесь после реконструкции планировалось не просто проводить выставки с экспонатами из Санкт-Петербургского Эрмитажа, но и открыть несколько студий для детей и студентов. Центр «Эрмитаж Сибирь» означает две выставки в год из Эрмитажа, постоянные детские программы, будут специальные помещения для детских студий, и будет студенческий центр «Эрмитаж Сибирь», для того, чтобы молодежь была повечена культурной программе, культурной ауре «Эрмитажа» из Санкт-Петербурга. Ц-образное такое окно в общемировую культуру. Владимир Мединский предложил это окно в общемировую культуру расширить и дополнить Сибирский Эрмитаж представительством Пушкинского музея. Проект министра культуры назвал весьма амбициозным, но шанс закончить его к юбилею тоже довольно велик. В приоритете и ряд социальных объектов. К примеру, Владимира Мединского шокировало, что с 91-го года в Омске не открылось ни одной новой поликлиники. Медучреждения, детский сад и школа на Левом берегу появятся даже раньше срока, уже в 2015-м. Вопрос о заморозке объекта высокой степени готовности, я думаю, он не стоит. То есть их надо завершать однозначно и вводить. Да, тем более средства замораживать вложенные нельзя. Тем более огромная потребность и в дошкольных местах, и в школьных местах. Новый микрорайон построен. Конечно, здесь школа, она нужна. Более начинали-то ее строить еще 10 лет назад, но тогда не смогли построить. Сейчас, если еще раз останавливать, я думаю, никто не поймет. После приезда Владимира Мединского впервые зазвучала тема инженерной инфраструктуры. На рабочем совещании руководитель оргкомитета настоял на том, чтобы во время перераспределения средств больше денег выделить на ремонт и замену коммуникаций. Иначе осуществить все амбициозные планы по развитию города даже при наличии огромных средств не получится. Навешивать новые-новые объекты, даже красивые, эффективные, радостно выглядящие на старые сети, это путь крайне рискованный. Это выигрышно с точки зрения пиара, с точки зрения легкого эффекта производимого. То, что там происходит под землей, какие прокладываются коллекторы, трубы, ЖКХ, электросети, водоканалы, это все незаметно. Но это на самом деле самое важное. Но сегодня уже понятно, что заморозке подвергнутся некоторые мегапроекты, метро, например. И это не приходь чиновников, на метрополитен объективно нет денег. Ведь чтобы достроить его даже в формате легкорельсового транспорта, без учета стоимости разворотных площадок и подвижного состава, нужно 14 миллиардов рублей. Примерно столько составляет бюджет всего города Омска. А вот замораживать гидроузел выйдет себе дороже. Поэтому в областном правительстве не оставляют надежд завершить эту стройку. Мы сегодня проводим работу по завершению отношений с мостовиком и поисков нового подрядчика, который будет его достраивать. Этот гидроузел, в силу того, что его нельзя останавливать, потому что там противопаводка и работы нужно ежегодно проводить. И это будет только отложиться дополнительным временем в бюджет. Конечно же мы пойдем и его будем брать приоритетом. Что останется в ряду первостепенных задач, что отложат на пост юбилейный период, а что заморозят до лучших времен, будет ясно после 10 февраля. В этот день в Москве состоится большое заседание Оргкомитета, на котором и пересмотрят юбилейную программу. Но это совсем не значит, что кризис помешает отметить праздник с размахом. Напротив, министр культуры подчеркнул, 300-летие Омска – событие всероссийского значения. А значит, перед чиновниками всех уровней стоит непростая, но выполнимая задача – подготовить такой праздник, на который не стыдно пригласить президента России. Редактор субтитров А.Семкин